Доброго времени сут, уважаемые любители футбола! В очередном выпуске мира любительской футбольной преми-лиги я, Илья Алкенов, вас приветствую. Что ж, эти две недели пролетели действительно очень быстро. Ну и, конечно же, у нас успели пройти еще парочку туров. Ну и по традиции мы сегодня снова пригласим кого-то из гостей. Ну а кто это будет? А это будет вице-капитан команды Тройк Диалог, Станислав Маржохов. Именно с ним мы сегодня и побеседуем о том, каково же, ну не совсем, но относительно новичкам в западной премьер-лиге. Ну что ж, вот ко мне присоединяется мой гость сегодняшний мир Станислав Маржохов. Станислав, приветствуем еще раз. Да, очень приятно наблюдать гостей, конечно же, каждые две недели здесь. Сегодня Тройка Диалог. Ну и вот первый вопрос у меня, Станислав, такой. Почему такое название Тройка Диалог откуда? На самом деле достаточно просто объясняется. Все ребята, которые играют в команде, в свое время работали в компании Тройка Диалог. Она там некоторое время назад прекратила свое существование. Это, если меня не изменяет память, лет шесть примерно прошло с тех пор. А мы играем вместе там. Ну, кто-то раньше, кто-то позже, но я, например, с 2009 года за эту команду играю. Кто-то там с 8, кто-то даже есть ребята, кто там с 2000-х годов играет. И как-то это название нам близко к сердцу. Хоть компании уже и не существует, но с учетом того, что мы сплотились, когда она была, мы решили так себя назвать. Историческое название для себя. Вот когда готовился еще к сегодняшнему интервью, посмотрел, потом пропали из заявки команды. Да, честно говоря, ситуация, к сожалению, такая для меня неприятная, наверное, для команды тоже. Играли в прошлом году в конце ноября с United Elements. И проиграли, правда, по ходу матча уже 1-0, по-моему, или 1-1 как раз. Не помню точно. В общем, движение нелепое совершил. Никто не мешал, ничего. И вроде как порвал кресты. И заодно еще и боковую надорвал, и низ повредил, и все за раз. Он просто неудачный шаг привел к такой череде практически там. Если обычно одна такая... Казалось бы, отдавал передачу, что-то или не довернул, или перевернул. Это стоящее большинство так сделать. Я не могу сказать, что старался, но удалось, да. И чтобы освободить более перспективным, так сказать, коллегам по команде, пришлось себя временно исключить. Да, но как сейчас с здоровьем? Сейчас реабилитируюсь как-то потихонечку, делаю упражнения. Даже был тут у доктора сборной России, может, знаете, такой безуглогой дела. Кстати, вот рекомендую, вроде такой достаточно квалифицированный доктор. Вот. Прописал упражнения, сейчас их делаю. Но, правда, только в апреле будет ясно все-таки делать операцию или не делать. То есть, чей вопрос как бы висит. Если в апреле скажешь, что не надо, то уже там будет месячный или полуторамесячный курс, который позволит вернуться, надеюсь. Ну да, ну то есть, ну так как у нас уже осталось 10 туров, в принципе, наверное, в этом все знают, если только кубку, да? Ну да, поэтому я, собственно, и когда мы с ребятами разговаривали, вот с капитаном нашим, с Максимом, мы решили, что ну я уже вряд ли смогу помочь, да, там, команде, а есть вероятность кого-то взять из ребят, который сможет помочь. А кто же так, ну, на вашу место? Ну, я... Как сказать, извините, равноценная или замена, или все-таки, может быть, чей? Да, равноценная или нет, мы точно увидим по ходу сезона, я думаю, что равноценная и, возможно, даже лучше. Опа! То есть, потом придется снова приходить и доказывать, так сказать. А стимул как раз и будет. Вот и мотивация. Да, да, конечно. Я только рад, чтобы команда усилилась. У нас, в принципе, ребят все, наверное, так, более-менее, ну там, на одном уровне. Но если бы будет лучше, он же за собой команду потянет. Вверх, я надеюсь. Вот как раз сказали уже о том, что вы достаточно давно вместе играете. Вот и мои предыдущие гости. Александр Свидонов из Корыльев, Алексей Бунчик из Большого театра. Вот ребятам вы уже в этом году отметили по 20 лет между собой, коллективов. Вот тройка диалогов, вот сколько вам, ребят? Мне конкретно... Тут, если говорить о том, что я с 2009 года пришел, да, там, ну получается, что... Сейчас, давайте подумаем, наверное. Отвечу немножко иначе. Наша команда, она DFL играла в одном из турниров и до сих пор играет. Это старейший корпоративный турнир Москвы. Лига Московской биржи, сейчас она называется. Там команда играет с 90... Я не помню, может шестого, седьмого года. То есть команде точно больше 20 лет. Ну, собственно, опять мы капаем в прошлый век. Да, да, получается так. Ну, правда, в основном наши все ребята, они попозже пришли, там есть несколько сторожилов. А так, в основном, всех с годов, где-то с 2010-го. Да, ну вот, как мы уже выяснили, да, то есть тройка диалогов была в компании, да. Но сейчас, если, кстати, посмотреть на фотографию вашего профиля, у вас тоже, я так понимаю, либо вы все вместе сотрудники одной компании или нет? Или это просто спонсор? У нас Сбербанк, да, к сожалению, не спонсор. К сожалению, да. А перспективы есть? О перспективах мне сложно говорить. У нас есть коллеги, которые работают там. Там ситуация простая. Тройка диалогов была куплена в свое время, вот она перестала существовать, была куплена Сбербанком. И, как бы, мы начали играть. Честно скажу, Сбербанк спонсировал нас одно время, и турниры проплачивало, и формы, и тренировки. Вот, но потом, к сожалению, там, какая-то корпоративная история, видимо, ну, знаете, кризис, кризис, там, срезают все затраты, да, там, ну, и футбол сразу порезали, вот. Ну, я надеюсь, что когда-то это вернется, и все-таки нас обратно начнут спонсировать, ну, хотя бы, там, тренировки оплачивать, ну, и, там, помогать со взносами турниров. А пока сами справляемся. А форма и надпись, ну, мы верим, и поэтому оставляем это все вот так вот. И в светлое будущее. Да, да, да. Ну, и несколько ребят, действительно, работает, там, человек пять. А, ну, то есть, в принципе, одну пятерку банковскую, так сказать, можно выпустить, да? Да, ну, по смыслу. Это да, согласен. Станислав, ну, как сказать, в любительском футболе, я понимаю, тройка диалог к нам на запад вот только в сезоне 17-18 пришла. Правильно, вот в первой дивизии? Если не ошибаюсь, да. Или вот где-то еще участвовала команда до этого? В LFL точно нигде не участвовала. Могу сказать, что каждый из нас, там, так или иначе, был представлен на LFL кто-то в 8.8 и поигрывал, да, там, я, например, точно поигрывал, как раз вот здесь, на этих полях. И пришли мы, на самом деле, сюда, там, группа ребят в команду «Роснефть», вы можете помнить, существовала такая, помню, сейчас их уже нет. Они играли в вышки. Я там очень многих ребят знал и с ними поигрывал в других разных командах, ну, там, просто, там, на корпоративных турнирах и так далее. И так как я очень люблю, в принципе, 4 на 4, ну, мини-футбол, то узнал, что они участвуют, как-то присоединился, потом подцепил еще троих ребят из тройки диалога. Они тоже стали играть, и потом мы поняли, что пора бы нам свою команду создавать, тем более народ есть, желание есть. Другой такой совет устроили, все высказались «за», и мы заявились, и прямо вот до сих пор, там, ну, вот, я получал огромное удовольствие. И, в принципе, вижу, что, наверное, из всех турниров, где мы когда-либо участвовали, тот турнир, который для нас максимальный интерес вызывает. Вот первый сезон, да, из первого дивизиона вы практически сразу, ну, не практически, а сразу вышли в Премьер Лигу, да, но так получилось, что, да, вышли там, шестого места. Как это получилось, или вот команды, которые над вами не захотели идти в Премьер Лигу? Я ситуацию вот точно не помню, но, по-моему, там ситуация как раз была в том, что кто-то над нами, они, в силу, возможно, финансовых причин, по-моему, финансовая причина там была, они отказались, а мы, как говорится, были и рады, да, там, то есть, первый сезон, да, не получилось, да, не сложилось, но, в защиту скажу, мы зашли тогда где-то после десяти или двенадцати игр, и… То есть, это там, ну, первый ваш чемпионат, ну, нельзя назвать точно полноценным? Да, точно не полноценным, я, там, говорю, опять же, не оправдываюсь, но мы достаточно неплохо выступали, нам не хватило какое-то количество очков, но фортуна оказалась на нашей стороне. Ну, все равно достаточно хорошо, да, даже в эти не целый чемпионат, но его хорошо проявили. Да, в принципе, ну, первой дивизион, я, как бы, не хочу перемешать заслуги команд тех, которые выступают в первой дивизионе, он сильно слабее, на мой взгляд, по крайней мере, тогда был. Поэтому, ну, да, хорошо выступили, по сравнению с тем, как сейчас, наверное, выступили. Точно. Ну, вот, да, вот насколько сильна разница между дивизионом первым и, все-таки, пример Лигы ИЗА? Я скажу, знаете, вот так вот, разница большая, но, все-таки, вообще, ЛФР решает даже не, местами не качество игроков, а их количество, которое приходит, да, там, если бы у нас было количество, там, подходящее, то я думаю, мы бы несколько нивелировали ту разницу, которая присутствовала и присутствует до сих пор. Но, вот, все же, там, по качеству команд, конечно, вышка, она значительно сильнее, особенно, я бы сказал, первая пятерка. Потому что, на мой взгляд, остальные команды плюс-минус равны. Потому что мы с разными командами играли, и я точно помню и знаю, что с некоторыми командами, которые, там, в определенный момент шли ниже нас, было тяжелее играть, чем с командой, которая, там, на втором, на третьем месте. Но я не говорю про United Elements, с которыми, действительно, нам это было сложнее всего играть, но я на себе. Ну, я в этом не связываю, не за скобки выносили. Да, как будто их нет, да-да. У них свой чемпионат у нас он. Да, а вот с остальными я, там, с вами играли, да, там, хоть даже вели, да, там, 4-2, потом когда, что, там, пятого выпустили, и все тяжелее стало. Но я говорю, есть команды, которые, я помню, опережали крылья, но нам с ними тяжело играть, а с другими, которые повыше, игра нормальная, моменты удаются, розыгрыш. Сложно сориентироваться, но точно все, кто ниже пятого, на мой взгляд, плюс-минус одного уровня. А кто-то составом просто лучше набирает. Да, но в любом случае, как и все, которые гости, ты тоже так же вопрос спрашивал, хочешь, не хочешь, но именно правильно, и вы тоже говорите, количество человек, которые приезжают на игру, обязательно решает. То есть нельзя приехать просто пятью людьми и одерживать из тура победу, конечно нет. Первый дизайн прошли, да, это мы уже обсудили. Вот прошлый сезон, в любом случае, это был, во-первых, сезон, еще раз скажу, полноценный, полный, и при этом вы закончили в зоне стыковых матчей. Вот расстаёшьте свои впечатления, как раз таки, от первого сезона? Первый сезон был таков для нас, да, мы первое время вкатывались, потому что, видимо, привыкшие были такие, что соперники были чуть проще, но тут первое там какое-то количество игр, мы поняли, что уровень действительно другой отличается, и здесь надо, как говорится, подсобраться, и подсобраться как и в прямом, и в переносном смысле, да, и составом подсобраться, и там действительно как-то уже играть по-другому, стали как-то по-другому относиться, но проблема с составом она никуда не исчезла, да, там, а у нас такая история, что мы левых никого не приглашаем, я имею в виду не за деньги, а вообще, то есть там кого-то, кто хорошо играет, вот у нас нет такого, что вот, иди за нас играй, ну, все, кто играет, мы друг друга очень хорошо знаем, вот с давних пор, да, и впечатления были такие, что, блин, надо вот как-то начинать там где-то более правильный мини-футбольный, как это звучало, футбол играть, да, а старались, но состав подвел, и поэтому мы вроде там моментами выдавали очень хорошие отрезки, а моментами прям вот провал у нас был, когда там мы вот приезжали без замены, ну, сами понимаете, да, там, а люди там вот приезжают там двумя пятерками, ну, они тебя просто перебегают, ты можешь сколь угодно быть классным игроком, да, там, но если у тебя приезжает неполный состав или там ровно под завязку, при этом, ну, не основа, допустим, да, там два там из основы, а два там, которые меньше тренировались или только вернулись, ну, тяжело, и, собственно, это и сыграло против нас, да, там, я, если честно, был уверен, что мы все-таки не попадем в эту зону, но как-то и не сложилось, вроде в начале чемпионта так шли бы, у меня, потому что да, вот все-таки потому, что здесь все-таки большой длинный отрезок, да, на котором нужно все время набирать очки, по крайней мере, слишком сильно не проваливаться, ну, и хотя бы с теми, кто у нас с тобой на уровне, да, им не проигрывать там или ничейку, или забирать очки, мы понимали там, что с теми, кто свыше, там, за Катрам, Флагман, там, United Elements, ну, там, тяжелее будет, но с другими, я при этом точно понимал, что, ну, мало таких было команд, которые, ну, нам не по силам хотя бы в ничью сыграть, да, там, не говорю, что обыграть там, мы там, звезд с ними не хватаем, но, тем не менее, команда у нас, на мой взгляд, приличная. Да, вот, вы сказали сейчас, делите ли вы вообще у себя в коллективе именно вот что, стартовая четверка, основная игроков, и, например, чисто запасный, или нет, или у вас не важно, кто, все могут выйти в старт? Ну, лукавить не буду, есть, конечно, понимание некой стартовой четверки, которая, там, может быть, стартовая пятерка или шестерка, скажем, потому что, ну, не все же приходят, да, бывает, там, кто-то пришел, кто-то не пришел, но есть понимание некого такого основного состава, но, опять же, это складывается почему, мы там тренируемся по понедельникам на Лужниках, у нас там вроде поле есть, не все ходят на тренировки, да, там, и, там, пропускают, пропускают игры, ну, типа того, да, и по итогу, вот те, кто за основу играет, те, кто выходит в старте, это просто те люди, которые больше всего посещают, и за счет этого они более-менее в форме и физической, и более-менее технически оснащены, поэтому, ну, лукавить не буду, точно у нас есть, там, примерно 5-6 человек, которые, там, в основной обои. Да, ну, вот ты, в связи с этим, кстати, не могу не спросить, вот, Михаила Королина, вот, из этого человека, который, ну, открываешь заявку, он явно просто по статистике среди всех, вот, уделяется, действительно, один из лучших командиров западной лиги, на данную секунду 34 мяча, ну, это, ваше, да мне знакомо, или это приобретение для тройки? Миша пришел к нам, если мне не изменяет память, в тринадцатом или четырнадцатом году, за команду вот стал выступать, вот, в той бирже, про которую я говорю, там, в Лига Московской бирже, точнее, в турнире, и вот с тех пор играл, и он, там, где-то в Офл еще играет, по-моему, 8 на 8, или уже не играет, чтобы, то ли он прекратил, чтобы переключиться максимально на 5 на 5, то ли продолжает, но уже приоритет нам отдал, поэтому это наш парень, который, не знаю, правильно говорите, нет, он работает с биржанки, то есть, я имею в виду, что свой, да, там, человек, ну, за кредитом, не знаю, сколько мне положиться, мне поможет, это же там, я знаю, контакт отдельный, да, но это парень наш, это наш хороший друг, товарищ, с которым мы делим не только футбольное поле, но и где-то и застолье, там, ну, по-разному бывает, у нас команда очень дружная, поэтому мы встречаемся не только на троллее, там, или газоне. Да, ну, и действительно, еще раз отметим, то есть, сейчас Михаил в тройке, у нас находится лучший бомбардиров, то есть, сейчас пока что первое место 35 мячей у нас здесь, как раз себе, Артем Харламов, да, из Крыльев, и Станислав Мортыненко, да, 32, а Михаил Коронин 34, то есть, в принципе, все шансы есть. Ну, тут команда же зависит. Ну, это в любом случае, да, но вот относительно его не так, что вы, например, все играете чисто, все равно сменить футбол, это, ну, в любом случае, большое взаимодействие команд, в первую очередь. Или все-таки сам по себе, просто, честно говоря, по игре с нами я его не помню. Хотя он 4 забил. Да. Ну, так получилось. Да, так вышло. Вот, или в плане того, что очень сильно индивидуальный футболист еще плюс к этому. Ну, скажу точно, у нас нет такого, что мы играем на Мишу, это не так, хотя местами бывает, что вот, когда там уже подустал, да, думаешь, блин, да, Миша пускай там что-то придумывает, да, там тоже не вбегаешь, не качаешь игрока, там отдал Мишу, ну, давай, типа там, да я там это покурю, как говорится, в стороне. Но, в целом, Миша, он, кстати, очень командный игрок, и вот, что похвально и здорово, он вот в этом году и вот в конце прошлого, он стал не просто брать на себя, но еще и бить стал. У нас была просто проблема, мы им все время говорили, Миша, ну, ты там молодец, обыграл, ну, решай дальше, да, там, а он то не бил, то не поднимет мяч и так далее, а вот сейчас, ну, может, повзрослел, я не знаю, там, Миша, не обижайся. Вот, и еще раз там, мы стараемся всегда играть командно, да, но просто есть понимание того, что он может иногда решить эпизод, и поэтому команда, играя на него, может кто-то вбегать и так далее, но он сам часто берет на себя, за что мы ему и благодарны, и поэтому решает эпизод ну, своими какими-то, не знаю, личными футбольными качествами. Да, ну, я вот здесь тоже соглашусь, что вот команда команда, но все равно иногда очень нужен игрок, который в определенный момент может взять на себя игру и действительно от этого итог самой игры может измениться. Вот, кстати, также не могу не спросить свой любимый вопрос своим гостям. Вот, Санислав, 8 на 8 или 5 на 5, вот в данный момент времени какой из форматов вы больше перепочтете? Ну, у меня ответ для меня простой, для меня вообще вот последние годы существует только 5 на 5, да, и мне интересно играть, мне интересно смотреть, причем смотреть не только там по телевизору Миньку, да, потому что я уже реально мало показываю, да, и банально люблю здесь посмотреть вышку, ну, если так получается, что там либо после игры там остаюсь иногда бывает, но редко бывает, особенно если вижу там, что лидеры играют тут точно, и либо там до игры раньше поехал, я прям с удовольствием смотрю, и для меня приоритет точно, 5 на 5, ну, и объясняю мне это просто, ты всегда в игре, ну, то есть, ты на поле, ты всегда в игре, да, нет такого, что перейдем мяч на диагонали, ну, и куришь в сторонке, ждешь, да, там, хотя 8 на 8 это не 11 на 11, но тем не менее, ты всегда на мяче, как-то вот больше именно такого драйва в игре, поэтому для себя точно 5 на 5, хотя, наверное, со стороны он менее интересный. Ну, вот здесь, наверное, именно чисто на любителя, да, вот кто-то любит один формат, кто-то другой, а начинали вы с какого права? 11 на 11 я начинал с того, что вообще нападающим был правом, потом левым защитником стал. Как раз еще диагональ прошла, короче, только назад. Только назад. А вообще я начинал там со Спартаканальщика, школу Спартаканальщика практически закончил, в последний год уже приоритет учебе отдал, даже в какой-то момент на месяц в дубль попал, но потом было принято дома решение, ну, не совсем луной, скажем так, что необходимо как-то больше в учебу, ну, и пришлось так футбол немножко задвинуться. Да, но в плане того, что была возможность именно уйти в профессионал? Я бы не стал бы так утверждать, да, потому что я там не считаю, что я там был суперодаренным футболистом, может быть, и не получилось бы так, да, но возможность была, сложилось бы или нет, не знаю, может быть, сложилось бы, я бы в третьем визионе купил. Хорошо это или нет, не знаю. Ну, да, но здесь уже как бы тяжело усадить, да, как случилось, так и случилось. Вот, кстати, вот сейчас на выходных, которые будут, у вас должен был быть тур с НСК. Да. Но ребята уже снялись. Но мы выиграли. Да. Увы, выиграли, поэтому поздравляю вас. Миша, кстати, забил. Забил пять. Поэтому, да, я в лидерах. Скорее всего. Да, да, зашел. Вот с НСК вы, кстати, пересекались вот в первом дивизионе и в прошлом сезоне, я не вспомню, не играли. Вот вы помните, как вы с ними складывались? Игры когда-нибудь сегодня были? Я, кстати, одну игру помню, так более-менее, по-моему, у нас ничья была, какая-то там 4-4, что ли. Если мне не изменят, помню, это именно эта команда была. И она у меня оставила двойственное впечатление. Игра, потому что я там выходил с уверенностью того, сейчас мы быстро накидаем. Ну, там не то, что накидаем. Ну, думал, сейчас мы поднапряжемся, немножко выиграем, да. А вот не тут-то было. Ребята думали совсем по-другому. Поэтому игра была напряжная достаточно. Я говорю, точно не помню результат. Может, даже проиграли. Но я помню ощущение, что было непросто. И очень странно, что они снялись. Но насколько я за ними наблюдал, я, в принципе, таблицу достаточно часто смотрю. И смотрю команды, иногда шахматку смотрю, кто с кем играет. Мне кажется, у них такая же проблема, как и у всех. Это набор состава. Просто сбора видений на игру. Конечно. Я уверен, что это ровно так и есть. Да. И вот, как мы сказали, что у вас сейчас будет пауза. Соответственно, что техническое поражение с НСК. Вот как сказываются именно паузы на игре тройки? То есть для вас хорошо и комфортно, что вы играете каждую неделю? Или, например, недельку пропустить, как сейчас будет полностью для команды? Я думаю, что если мы гипотетически предполагаем, что от этого не меняется состав, то нам лучше играть каждую неделю. У нас нет такого, что все ребята, какие-то полупрофессионалы, которые пять дней в неделю тренируются, шестой или седьмой играет, а потом в день отдыхают. Поэтому необходимости отдыхать у нас нет. Но при этом игровой тонус точно может потеряться. Поэтому если играть при прочих равных, то лучше играть. Да, потому что, помните, в прошлом году, и это вообще у нас самый первый год, когда у нас нет зимнего перерыва. То есть мы только отдохнули на новогодние каникулы и продолжаем чемпионат дальше. Да, я согласен. Здесь очень хорошо. То есть нет вот этой паузы до весны, которая у нас до этого всегда была в чемпионате. Вот, кстати, да, как, так спрашиваю, гостей, как залит вам по сравнению с улицей? Ну, конечно, на улице приятнее играть с точки зрения, там, может быть, где-то свежего воздуха и тому подобного. Может быть, местами даже здорово играть и в дождик. Ну, я, честно говоря, люблю. Ну, вообще, моя самая любимая, когда небольшой дождик и поляна немножко влажна. Да, и мяч стоит здесь. Да. Ну, просто так как у нас все-таки, да, вот в 5 на 5 здесь ворс достаточно большой, поэтому несколько медленно мяч передвигается. А вот для Минки это, ну, немножко не мини-футбольная такая характерная черта. Да, ну, в целом я, скажу, ну, рассматриваю с точки зрения чего. С точки зрения того, что есть перерывы или нет, ну, сами вот, знаете, с учетом того, что поля не подогреваются, да, там, в какой-то момент даже после перерыва. Могу получиться, что снег пошел, да, там, еще что-то, что-то не так. А тут ты точно знаешь, что ты можешь прийти, не будет проблем с погодой, точно поиграешь. Причем тебе не обязательно режаться в 100 одежд, да, там, банально в шортиках, футболке, там, можно играть. Единственное, не то, чтобы, там, виню, не виню, у меня ощущение, что он жестковат. Ну, то есть, по сцеплению, где-то даже местами грешу, что из-за этого у меня травма. Но травма, конечно, все-таки не из-за этого, из-за того, что, наверное, где-то и лишний вес у меня там на тот момент присутствовал, и, наверное, сейчас в какой-то степени нет. Но я очень рад, что есть такое место, и это здорово, что у нас нет перерыва, и мы можем постоянно играть. Потому что в прошлом году, да, был кубок, но он же тоже отличается, там, в зале. То есть, здесь ты на площади играешь, там, в зале. Да, но там, да, и нам пришлось, что в зале действительно парк есть. Да, да, да. И зал этот лучше, чем тот, так тоже скажи. Поэтому я считаю, что организаторы в этом отношении молодцы, и очень здорово, что тут получилось. Мы реально с ребятами в команде рассуждали, кто здесь играл, и никто не мог понять, это здание или нет, а тут и на тебе. А ты-то оказался на 10-м. Да, поэтому суперская идея, и здорово, что получилось. Дальше у вас по календарю соперник ММФ М. Кстати, также ребята из первых дивизионов Молния. А вот есть ли за это время, ну, полтора года в западной первой лиге, соперник, с которым вам тяжелее всего и, например, соперник, с которым легче всего? Ну, если не берем, да, тех, кто там за... Ну, элементов уже выше, то ли точно, да? Вот, кстати, вот с Молнией, если не ошибаюсь, это Молния и Крылья, по-моему. Вот эти две команды, нам вообще с ними крайне тяжело играть. Вот прям, не знаю почему, я там, по-моему, с Молнией, вот я сколько раз играю, я не понимаю. Мы, по-моему, все время проигрываем. Вот они могут внизу быть, ниже нахуйся. То есть невозможно, где находится они, да? Да, ну, главное, что мы там на седьмом, на пятом, и вам с Молнией играем, все, до свидания. С ММФ там от сбора зависит. Ребята там есть разные, есть и, ну, там, и повыше уровнем, и чуть пониже. И с ними, вот, проблем не использует, с ними удобно играть с точки зрения того, что они в понятный футбол играют, да? И, возможно, и мы для них в понятный футбол. То есть, знаете, как бывает, играешь с командой, ну, там, никого не обидеть не хочу, ну, ребята там, или костоломы, которые так себе играют, ну, ты не можешь с ними играть. Ты качаешь игрока, а он стоит. А он не качается. А он не качается, да. Ты думаешь, я сейчас тебя, это, прокину там, не знаю, покажу движение налево, а потом вправо уйду. А он как стоял, он просто не понимает этого. Да, конечно. Ты в один момент уже привык к уровню, ну, он может быть и таком же, как ты, или выше, а здесь оказывается, что они еще. Ты думаешь, да, что он будет там где-то как-то по футболю. А бьешься просто, как об стену горох. Вот. И поэтому такое вот бывает, но в целом, там, с ММФ, я вернусь, да, игры были приятные. То есть, комфортно играть, там, мы и выигрывали, и, по-моему, бывало, что и проигрывали, но в целом комфортно играть. Ну, есть команды такие, с которыми не важно, выиграл ты или проиграл, тебе интересно и комфортно играть. Да, ну, вот ты должен сказать как раз про молнии, да, что это как камень прикровения. Ну, я не про них это... Ну, понятно, да. Ну, а вот, например, та команда, где вы можете там, ну, практически в любом составе собраться и обыграете кого-то. Есть ли такие? Ну, может, ММФ как раз. Я совершенно говорю, и на меня проиграют. Вы сейчас зарядите ММФ, и ребята тоже будут очевидны. Да, я при всем уважении к ребятам, да, абсолютно. С Викторией к нам, кстати, достаточно легко игры давались, причем я всегда их и считал, и считаю, что это сильная команда, но вот как-то с ними достаточно удобно нам играть, и не было таких проблем. Ну, наверное, вот эти две команды, вот я так сейчас навскидку могу сказать, особо других, вот, с кем было бы просто, не могу. А с остальными, наверное, плюс-плюсы на наборах. Ну, и, Станислав, перед тем, как перейти к обзору вашей игры с Медилом, которая была как раз-таки в туре предыдущего, но ничего, сейчас мы и ознакомимся с этим, и перед тем, как мы посмотрим в таблицу, я хотел бы спросить, какие задачи вообще вот в этом сезоне, да, используя опыт уже предыдущего, ставили перед кому? К счастью, к сожалению, действительно, можно сказать, что мы действительно ставили задачи, в отличие от предыдущих сезонов, была тактика, и мы ее придерживались. Да, вот, мы ставили задачу минимум восьмерка, а по-хорошему пятерку, для нас такие задачи были поставлены, ну, сами себе поставили, да, там у нас нет такого, что кто-то взял, сказал, что вы должны так играть, ну, цели были такие, как бы, уверен, что, ну, не уверен, но, вероятно, мы не выполним, очень сильно у нас пострадал состав, я выбыл там еще, я почему говорю, я выбыл, я не с точки зрения, что я там классный игрок, но я очень много игр посещал всегда, то есть у меня посещаемость снимали, и хотя бы в этом я точно помогал команде, ну, и еще не один, я просто еще другие ребята выбрали по разным причинам, поэтому вот это нас сильно подвело, а от такого запасного аэродрома, какого-то дубля у нас нет, который у нас здесь что-то отстраховало. Да, ну, а то есть у нас, потому что и в Волливуд передачах по-хорошему тебе показываете, ну, относительно своей команды уж точно. Это команда, не я. Не отдают, а я уж там сразу. Ну, что ж, небольшая пауза, да, и мы тогда сейчас вернемся с обзором игры как раз-таки тройки с Идио. Так, возвращаемся мы с моим гостем. Что ж, Николай, предлагаю, вначале все-таки заглянуйте в результаты прошлого тура, они у вас сейчас будут на экранах. Мы вот здесь, мы с вами одинаково абсолютно сыграли. У нас ваш камень прикторения. Поэтому, да, действительно, вот все по делу, относительно своей встречи скажу. Очень здорово в обороне, в первую очередь, молния сыграла. Вот давненько мы не встречались именно с такой командой, где нужно было вот все 40 минут вот как консервный нож, чтобы скрывать, скрывать оборону. И все равно никак. Да, и все равно никак. И вот на контратаках пропустили голы, ну и, собственно, дальше уже времени не хватит. У вас встреча, ну вот с Медилом, вот в первом круге Станислав играли, кстати. Одиноко был счет, если не ошибаюсь. Да, играли. И игра была, кстати, такая достаточно интересная. В принципе, плюс-минус была ровная игра. Пропустили мы, вот насколько помню, прямо в самом начале там. И, ну там, при том, что мы проиграли глупо, наверное, говорить, что мы были лучше. Мне казалось, что мы несколько получше, но они ребята опытные. Мне кажется, вообще, если брать тот самый опыт, а команда у нас. Вот, а где-то местами, как бы, за счет опыта переигрывали, ну, точнее, не местами, а в основном, конечно, ну, там, даже если мы считаем себя физически, там, более быстрыми и сильными, они у нас с опытом переиграли. У нас были точно моменты, я помню, ну, там, наверное, как и у нас, у многих проблемы с реализацией, да, там, потому что у нас просто каждый матч, когда я играл, ну, было, ну, там, ну, 10-4 моментов 100% нет, это когда просто нас мимо вратаря ударить, да, просто мимо, да, там. Вот здесь я точно помню, что 3-4 момента тоже было, но, как бы, а в основном, не там, счет говорит сам для себя, проиграл, значит, значит, хуже себя. Да, ну, вот, действительно, Митил тоже, такой соперник, кстати, не с легким. Да и здесь вообще, собственно, я думаю, если посмотреть, да, на всех соперников, ну, вот так сходу сказать, да, что мы вот там, действительно, приедем, там, спустя рукава, несколько расслабленно, да, себя поведем, мы еще с кого-то обыграем, ну, даже если так можно подумать, спустя пять минут игры, да, Тебя накажут. Тебя накажут, и ты уже поймешь, что, нет, пора заводить. Вот, также, из других результатов, ну, вот, Виктория Катран, да, 6-3, действительно, вот, Викторию мы уже обратили внимание, да, и здесь они, действительно, Катран обыгрывают, и, вот, как раз-таки, ваши соседи, Большой Театр, да, одерживают победу, значит, там, 3-2 над крыльями, и Метеор с Левобережным, 3-3, вот, Атлетикс с восходом, еще одни, кстати, да, вот, Атлетикс. Для меня сейчас пока команда загадка после, особенно Нового года, ну, вроде бы, там уже ничего не подвещало того, что, да, как-то, ну, практически на последнем месте они, да, находятся и должны, ну, и должны были вылететь, но нет, начались какие-то сумасшедшие результаты, действительно, в играх, и здесь они выигрывают уже восход. Причем восход, кстати, там, скажу, вот, нам с ними тоже тяжело было играть, там, они, видимо, тоже от состава, вообще, зависит, и, когда они в состав, там, они такие прилично играющие ребята, я скажу. Да, ну, что ж, Станислав, предлагаю, как раз-таки, окунуться, да, встречу вашего, кстати, достаточно интересная она получилась, ну, так как Станислав, уже сказал, не видит эту игру, да, но, сразу скажу, что состав хороший, заправить план того, что у вас уже две четверки на этой встрече были. Ну, в принципе, да. Вот, но и Медилы, кстати, также хороший, действительно, сбор, и, так же, даже, еще лучше, чем у вас. Ну, вот, кстати, собственно, игра начинается с быстрого гола от Медилы здесь на второй минуте, и вот, как считаете, вот здесь вовремя не вышел, не встретил ваш игрок? Ну, безусловно, игрок должен был встречать раньше, потому что человек идет по прямой, к воротам, по центру поля, да, там, но, наверное, тут правильно сказать, что и вратарь должен как-то спасать, да, поэтому, ну, я как-то смотрю на игру, да, там, если каждый раз защитник или, там, любой другой игрок будет действовать правильно, то вратарь мне не нужен в команде, да, поэтому, тут ошибка, безусловно, Миша Корулина, который тогда не доиграл, и Паша, потому что то ли он не увидел, что, скорее всего, да, потому что Миша в последний момент все-таки выскочил, и как раз сразу после этого... Да, и вот здесь вот хороший момент, вот, жалко, если у меня еще опустился, то, да, вот один из самых красивых голов, ну, по крайней мере, которые у нас попадали под запись, точно бы получился. мог получиться, да, но Миша не пропал, а выйти как. Поэтому, как бы, да. Но после этого, кстати, вот, заметьте, сколько уже атак от вашей команды идет, да, и вот то, что вы как раз сказали про время реализации. Я хотел вот сказать, вот видите, сколько мы забили? Да. Нисколько. Вот как нолик держится там в углу экран, так и есть. А сейчас, наверное, пропустите, нет? Пропустите, но чуть попозже. Чуть попозже, но, собственно, все равно, что моментов и у Медила было достаточно, да, здесь уже потом и ваша команда включилась, да, и защитная линия начала действительно играть как следует. Вот еще один момент, вот, ну, здесь, вот, честно говоря, не знаю, вот, как вас средний номер зовут? А, это Александр Яковлевич, если я правильно увидел. Да, да, это он действовал, ну, наверное, неправильно. Ну, и вот он как раз-таки еще один гол, который Медил забивает. Здесь вот передачи две по центру проходят, и игрок Медил решает этот момент. Да, а кто с ним вообще, да? А никого? Абсолютно никого, да. Просто человек стоит. Арам, если я не ошибаюсь, это двадцатый номер, или... А мне показалось, что он там между Арамом и кем-то стоял, там молодой человек, который, к сожалению, забил нам гол. Ну, да, есть вопросы точно, ну, по крайней мере, вопрос только в том, что хотя бы не распределили они, кто с кем. Ну, конечно, то есть, вот если у вас вообще, вот здесь, кстати, тоже интересный момент, но здесь прямо на последней секундочке, на ленточке, игрок Медил спас свою команду. Вот, что обидно, пропустили второй гол именно в концовке тайма первой. Хотя, как мы уже с вами посмотрели, моментов было предостаточно, чтобы точно, ну, один-один закончить. А вот здесь, ну, самый обидный гол, наверное, для вратаря. И здесь, ну, хочешь не хочешь, надо говорить о том, что вратарь в таких эпизодах должен выручать. Да, есть такое, ну, там, что... Когда вот так мяч залетает, это... И вратарю очень обидно, и игрокам, наверное, очень обидно, и вратарь должен выручать. Но я, знаете, с другой стороны смотрю, я смотрю, у нас защиты нет. С точки зрения того, что, ну, я защитник, да, в команде был, у нас еще Алексей Хусмединов тоже, вот, ну, так бывало, что в основном мы выходили в первую очередь. И, собственно, там еще несколько ребят, ну, вот я смотрю, Алексея нет, он как-то обычно руководит обороной, или я руковожу, да, там, или... Ну, вот, какой-то подсказ должен быть обязательно, потому что без этого никак. Да, да, потому что ты здесь, там, я здесь, а вот подсказы я не увидел. Вот все моменты, которые я увидел, это, знаете, как, там, вот первый гол, да, там, может быть, как индивидуальное какое-то мастерство, а второй, третий, ну, вы же видели, да, ну, человек отдает, а там никого. Конечно. Здесь, там, не встречают. А вот, часто ли вы переключаетесь на игру пятого, но, например, никогда проигрываете? Нет, мы редко очень играем, когда... Нет, скажи по-другому, все проще. Если у нас есть вратарь, то мы никогда не играем пятого, когда мы не проигрываем. Если вратаря нет, то, конечно, можем себе позволить, что тут терять, но, в общем и в целом, у нас ситуация такая, что пятого мы играем, когда проигрываем. Ну, вот, а как у вас, кстати, именно с игрой пятого, хорошо или получается? Знаете, вот скажу, что в этом сезоне у нас, в принципе, более-менее неплохо получалось. Я играл пятого, но не из-за того, что я играю, да, там у нас были распределены роли, там, я знаю, кто здесь, кто здесь, в принципе, мы понимаем, да, там, плюс-минус, как играть, особенно, там, если видим, что... В пятого плохо играют, да, ну, конечно, ну, конечно, просто они даже не умеют абсолютно даже расставиться. Да, они ромбом не играют, например, они играют 2-2, да, там, и в какой-то момент, у меня, например, очень, ну, там, не очень часто, но такие были ситуации, когда я иголы забивал. Я просто там, грубо, показал, что направо или налево отдал, люди разошлись, и ты по центру, там, может, почти, там, дойти, там, метр до 6-ти, да, и там уже расстреливаешь лотаря, а там повезет, не повезет, ну, и какой вратарь стоит. Поэтому с пятым у нас были, в принципе, нормальные розыгрыши, но очень от команды зависит, а есть люди, которые, там, со здоровьем нормальные, ну, я имею в виду, команды, и там были проблемы, если они ромбом стоят, и тебя все время пушат, да, там, то это может быть проблематично. Вот, кстати, хочу еще, Станислав, к одному момент, сейчас, правильно, немножечко вернуться, потому что мы его, вроде бы, увидели, но, как говорится, не про гол, смею в виду, вот, сейчас, после него будет, потому что, да, вот, использовали пятого, да, собственно, оставалось еще 5 минут, но, я так понимаю, дальше уже, ну, хотели, конечно, забить еще, вот здесь вот выручает, кстати, Булат идиотули, да, и вот момент, про который я говорю, пошел выручать, да, пошел выручать, но слишком далеко, слишком далеко зашел, ну, и здесь, конечно, хочется, не хочется, но прямая красная карточка, и поэтому в ближайшей игре ваш вратарий вам помочь не сможет. Да я просто, на самом деле, вам поясню ситуацию, вы, как человек, который не играет в нашей команде, не поняли, все просто, видимо, у него на следующие выходные что-то запланировано было, а он не знал, что и на Sky мы пропускаем эту игру, вот, и он такой думает, сейчас я, типа, защищаю команду, там, все дела, а там, наверное, надо в Италию лететь, да, здесь еще на три выходных так хорошо, это, и вот, а так, а выглядит же, как будто спасал и не увидел линию, так что, конечно, да, на повторе все по-разному, все можно посмотреть, мы разобрали, поэтому... Да, 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 так что вы можете определить некоторое дисциплинарное взыскание. Безыскание. Да, 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 да. Ну, что ж, вот такая встреча была, вот, хотел еще тогда, в связи с тем, что мы обсудили то, что странно сейчас, да, вот, как будете приезжать или вообще приезжаете на игры, ну, с точки зрения подержать помаду и как раз-таки, может быть, подсказать сбровки? К своему стыду скажу, что, по-моему, не на одной времени приезжал с тех пор, как травмировался, хотя, там, за командой переживаю, да, наверное, звучит очень странно, да, когда человек говорит, что переживает, но не приезжает, но, в действительности, планирую, если честно, тут такая ситуация, что, как это, добрался до семьи, знаете, вот, наконец-то, выходные стали такими, что я могу, там, с детьми какое-то время провести, там, с супругой, и это, там, с одной стороны, хорошо, но это точно не оправдание, поэтому надо приезжать, и я думаю, что буду приезжать, по крайней мере, сейчас нам поддерживать ребят, и, ну, ладно, да, ну, не прав. Да, ну, вот, да, вот, вы подсказываете точно с Бровкину или с поля, да, с позиции именно защитника, а есть ли еще кто-то человек, да, например, который не играет, но может руководить, по-моему? Конечно, есть, у нас тренеры есть. Вот. А что же мы молчим? Ну, надо признать, там, какими мы не были бы плохими, хорошими футболистами, если вообще нас можно так именовать, да, то, то, что мы умеем, во многом, по крайней мере, в части командной игры, это благодаря нашему тренеру, сто процентов, да, потому что, именно, ну, там, я пришел с большого футбола, в принципе, все с большого футбола пришли, и мы Миньку, там, ну, не ахти, как умели и понимали, да, там, не знаю. Там просто свою специфику нужно понять. Ну, мы занимаемся мини-футболом, профессионально, там, я, честно, не могу сказать, всех играли, но, там, высочайшего уровня футболист был, рано закончил, и, по-моему, даже мастер спорта международного класса поменял футбола, если не ошибаюсь, это Алексей Дальский, он, кстати, за Медилу играет, что интересно. Что вы себе позвали? Ну, так получилось, но он за Медилу, ну, он тренировал нас раньше, чем начал играть за Медилу. А, то есть, здесь, 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 тем более, что все, в общем, могут и с ними так говорить. Конечно, могут быть. Ну, есть же, да, есть же везде связи, тем более, а очки вам очень сейчас нужны. Очень нужны. И поэтому предлагаю, как раз, ну, в любом случае, конечно, за честный, и предлагаю, как раз-таки, тогда, к таблице обратиться за премьер-лигой, вот сейчас она в вашей команде будет. Ну, и вот, здесь, собственно, относительно лидера мы, как сегодня уже... Смотрим со второго и вниз. Да, смотрим со второго и вниз. И здесь, ну, вот, собственно, как вы, прошлый сезон, да, по-моему, на пятнадцатой строчке закончили, да, вот сейчас, ну, опять, где-то в этой зоне находитесь, но по очкам все очень близко. Очень. Я бы сказал, в принципе, до, там, плюс-минус одиннадцатого места очень близко находится. Ну, там, в радиусе, там, одной-двух побег. Да, ну, то есть, вот, у вас сейчас четырнадцатое место, да, двадцать четыре очка, одиннадцатое место, вот, ММФМ, с кем вам как раз играть через выходные, и вот, пожалуйста, да, выигрываете раз в двадцать шесть очков, и, ну, в зависимости от того, конечно, как другие сыграют, но все равно, как бы, и ММФ, когда очков не заработает, а вы сделаете таблицу еще более плот. Сократим, да, разрыв, но таблица интересная, как бы, честно говоря, ничего нового не увидел, может быть, хотел бы, но не увидел, да, там, лидеры понятные. Вот еще раз для себя вижу, что, ну, основная цель, наверное, команды нашего уровня, да, там, как бы, для нас прискорбно не звучало, это надо играть, ну, там, играть и выигрывать у тех, кто находится рядом. Это те, кто ниже, хотя бы, там, ну, до конца, да, и те, кто выше, там, мест на пять, да, там, вот, начиная банально с Виктории или Крыльев, мы должны у них хотя бы, там, четыре очка в двух матчах забирать, как я это вижу, да, ну, типа, дом гостя, там, да, но для того, чтобы именно идти к задачам, которые вы ставили, да, и, ну, по крайней мере, для начала, я думаю, с тем, ну, местом не иметь восьмой, да, вот, ну, само собой разумеется, да, как раз потому, что у нас Виктория, смотрите, на восьмой строчке, да, Крыльев на девятой, Медил на седьмой, поэтому, да, здесь, хочешь, не хочешь, много прямых конкурентов на ДА будет. Согласен, но я почему-то, знаете, как скажу, вот, если так пробежаться, вот, с кем действительно сложно было играть, там, вот, и кого я оцениваю точно выше нашего уровня, это United Elements, Flagman, Center, я был удивлен, потому что в прошлом году мы с ними играли, ну, там, симбиоз двух команд, насколько я помню, Руси, и, там, соответственно, еще вторая команда, да, как-то мне показалось, что они прибавили, причем, вроде, те же люди играли, мы их обыгрывали в прошлом году, ну, молодцы парни, вообще, классные. Левобережные, я не играл, не могу сказать, но в прошлом году мне показалось, что, ну, мы, по-моему, у них выиграли одну игру, одну ничуть сыграли, ну, вроде у них новые игроки появились, и сложно сказать. Ну, относительно Левобережного, кстати, Санислав, я вам расскажу историю, ну, Борис Ледимар, представитель Левобережного, игрок, ну, ее точно знает, потому что был в прошлом сезоне последний тур между Flagman и, кстати, командой тройка диалогов, вот, и для того, чтобы Левобережный не попадал в зону стыков, например, оставался в данный турнир, и для этого им нужно было, чтобы Flagman не проиграл. А, да, это я прекрасно помню эту ситуацию. Мы, да, там, мы старались, у нас хорошая игра была, мы проиграли 6-4, если я ошибаюсь. Да, и у нас, действительно, с вами и тогда была плотная заруба настоящая, вот, и плюс у нас, как бы, там, мы начинали вообще эту встречу вчетвером, и у нас здесь был финал сборных команд, ну, как работники были все здесь задействованы, и поэтому я уже там спустя полтора минуты от начала игры прибежал, то есть мы начали играть в составах 5 на 5, и вот, действительно, и нам нужно было три очка набирать, чтобы завоевать второе место, а вам нужно было набирать три очка, чтобы Левобережный опустился в зону стыков, и, ну, там, ну, вы 100% тогда без всяких бумаги остались. Да, еще Левобережным надо было просто проиграть крыльям, это я тоже прекрасно помню, и мы просили крыльев собраться, просто, там, я помню, созванивался, ребята, я говорю, ну, как там у вас состав собирается, нет, там, я говорю, там, выиграйте, ребят, мы вам и пиво проставим, там, и все дела. Да, то есть здесь каждый топил за каждого. Да, а они, видишь, и 7-2 проиграли. У нас где-то так было вообще, не 2-0, там, не знаю, 7-2 без шансов. Да, вообще, просто я посмотрел эту игру, прям, ну, куда? Да, правильно, да, я уже так допил, у себя остался. Да, вот, поэтому, да, была такая ситуация, это я помню. Да, ну, и в плане того, что вот, и действительно, и здесь у нас снова в чемпионате опять вот завязка, да, есть в плане того, что вот наверху относительно чемпионатского, к сожалению, ну, наверное, уже можно практически говорить, что нет. Ну, если только вы не подсоберетесь, и они, наоборот, упадут. Да, но здесь нужно хотя бы три подряд поражения где-то от United Elements. Что надо подравняться. Да, подравняться. Ну, у нас есть с ними игра, но нам еще их нужно обыграть. Ну, то есть, здесь очень много условий таких, а потому, что в какой сейчас форме и с каким составом United Elements приезжает на игры, то здесь, ну, маловероятно, что… Ну, они молодцы. У них и состав достойный, как бы, по качеству, да, там, и они еще и собираются. Да. То есть, у них всякий такой сбор 100%. А вот относительно того, что происходит внизу и что произойдет внизу, здесь действительно большой знак лапара. Ну, и относительно тройки диалог… Большие вопросы. Большие вопросы, да, возникают. И здесь очень интересно будет, на самом деле, следить за всеми вот этими матчами. Ну, да, ну, у нас, я просто точно знаю, что все зависит, конечно, от состава. Вот, если ребята соберутся, ну, мы можем, ну, рассчитывать на, я не говорю, на победу, но хотя бы на качественную игру с нашей стороны, да, там, и вот, там, я не знаю, если это будет интервью до игры, там, просьба к ним собраться, ну, у нас чат-то, конечно, есть там, общий там. Просто проси-не-проси-не всегда складывается, да. Ну, еще вот, сейчас мы, как раз-таки, в рамках нашей передачи, да, нужно зарядить тройку диалога, действительно, и это будет просто еще интереснее для всех нас, зрителей, ну, и для вас, конечно, в первую очередь, да, но для всех, где те, кто наблюдает, всегда интересна борьба не только вверху, но и внизу, там же. Ну, верно, да. Не только те, кто там играет. Да, да. Тем более, как мы с НСК попрощались, да, и поэтому у нас вот здесь «Атлетикс», «Метеор» тоже активизировался. Да, «Метеор», вообще, можно сказать. Ну, здесь, да, «Метеор» ситуация такая, что пока вот как раз-таки у нас перерыв относительно большого футбола 8 на 8. Ребята, которые заявлены из «Скитана» в «Метеоре», да, у них есть свободное время для того, чтобы помочь команде также… То есть, кому-то прямо в плюс сыграло, да? То есть, вот эта зимняя пауза, это и отсутствие зимней паузы у нас в чемпионате 5 на 5, действительно, для «Метеора» это очень большой плюс. Ну, честно, конечно. Ну что, Станислав, нам с вами осталось один небольшой шажочек. Так, посмотреть календарь тех игр, которые у нас будут, ну, и выбрать, собственно, центральную встречу на текущей неделе. На текущей неделе? Да. Вот, 26-й тур, да, надо сказать, что, ну, я думаю, центральной была бы встреча флагмана и «Русичей», но «Русичей» попросить и игру перенести, да, поэтому мы с ними сыграем. По почве, ну, вот, ваши встречи, да, также уже сыграно, так сказать, да? Тоже центральная, кстати. Да, конечно, здесь, в любом случае, поэтому и в пятницу ее проводим. Вот, ну, а из тех встреч, которые у нас остались, что можно выбрать? Ну, вы знаете, если «Восход» в нормальном составе будет, и нормально сыграет, я буду с «Катраном», думаю, могу сложиться интересно, да, там. И, так, если посмотреть, «Молния-центр», я бы тоже определил. Ну, потому что, к сожалению, для ММФ я в ММФ не верю. Ну, это уж что есть, да. СКМ «Атлетикс», ну, не знаю. А здесь все зависит от «Атлетикс», да? Наверное. А вот «Крылья Виктория», ну, тоже. Тоже, кстати, неплохой матч будет. Если «Крылья», вот они же там выдали какую-то сумасшедшую, там, ну, может, не сумасшедшую, но нормальная такая серия была, интересно, где они там нормально обыгрывали. И «Виктория» для меня команда достаточно хорошая, да, там, если они качественно подойдут к этой игре в части состава, то заруба должна быть серьезная. Поэтому я для себя бы все-таки, вот, выделил, наверное, «Катран» восход. Ну, да, я здесь соглашусь, и потому что «Катран» сейчас в каком-то непонятном состоянии, нескольких после Нового года находится, потому что они очень хороший код набрали, это вот после праздников не очень сложно. Ну, странно их не видеть в первой пятерке. Да, потому что, вот, если чуть-чуть к «Таплице», да, снова вернемся, то «Катран» у нас на шестом месте, да, хотя понятно, да, что вот здесь «Дарусичи» и «Левобережного» очень близко, да, по очкам, но все равно, все равно уже опять подострали. Ну, конечно, нет, они же там за второй, третий обычно боролись, ну, или за первой, и первыми они становились, насколько я помню, да, там когда-то. Ну, «Катран» у нас не выигрывал. А, «Раза»? Нет, да, не может ошибаться. Ну, я знаю, точно вы выигрывали, да, там, «Инадо» и «Вильямес» понятно, выигрывали. Ну, в общем, они боролись за второе точно там, поэтому, ну, они сейчас подсдали, ну, видимо, какие-то объективные причины есть на то, я не знаю, там, ну, у нас вообще с ними такие странные, если честно, получаются. Ну что ж, Санислав, маленький, короткий, последний вопрос. Вот, ждете ли вы какой-то определенной игры в остатке сезона? С кем? Ну, каким-то определенным соперником. Вы имеете в виду в честь чего? Ну, я имею в виду, вот, например, вот, может быть, вы очень ждете как раз встречи «Тройки», «Диалога» и «СКМ», допустим. А, ну, если честно, мы вот еще не играли во второй половине все-таки не с первым, и вторым местом, да, там, не знаю, и я бы посмотрел, вот, хотел бы, чтобы мы сыграли нашим, ну, практически основным составом, да, там, или основным, вот, было бы интересно на это поглядеть, первое или второе место, как мы с ними сыграем, с учетом того, что, вот, будет и тренер еще на игре, потому что он подсказывает. Полностью еще свои силы проверить. Ну, да, проверить, как бы, ну, правильно играть с теми соперниками, которые сильнее тебя есть. Лишь когда интересен, в этом случае, конечно. Да, мне вот действительно очень интересно было, и азарта больше, вот, прям, больше азарта, и думаешь, как бы не проиграть каждый эпизод, да, там, ты стараешься, вот, и, мне кажется, это то, что дает развитие любому, там, футболисту, когда ты играешь с ребятами, которые точно лучше тебя. Конечно. Да, всегда интересен, когда конкуренты вокруг гораздо сильнее, и тогда можно к ним подтянуть. Приблизиться вот тоже. Правильно. Ну, и вместе с этим говорю вам большое спасибо, Станислав, за этот действительно очень классный разговор. Приятно узнать от тройки. Для нас это абсолютно новое, ну, не относительно, например, лиги, а относительно вот общения именно с командами. Большое спасибо, что пришли. Ну, и, конечно, желаю удачи, тройки диалога в этой, действительно, битве. Спасибо. Ну, в этом сезоне в нижней части турнира таблицы, а вот в следующем сезоне посмотрим. Дай Бог. Спасибо большое. Спасибо большое, Станиславу. Тройка диалог отправляется в свое путешествие, еще раз скажем, да, в битве за то, чтобы остаться без всяких там стыковых матчей, да, ну, в любом случае для тройки «Тройки диалога» это хорошо в замкнутой мировой лиге. Ну, а мы с вами увидимся через две недели в следующем выпуске мира любительской футбольной лиги. Что ж, спасибо большое, что смотрели нас и всего хорошего.